Сегодня мы поговорим о том, как написать классные барабанные баттерны к вашим проектам. С одной стороны, это очень такая простая тема, с другой, есть важные моменты, которые стоит осветить в этом видео. Я с серьезным лицом, но... Знакомьтесь, это имбирь. Имбирь по-английски ginger. А еще ginger это рыжий. Самое простое это начать с хэтов. Дальше мы ставим kick. По классике давайте поставим на первый. Теперь snare. Давайте по классике у нас второе и четвертое. Это такой очень базовый рисунок, стартовая точка, откуда мы будем усложнять наши барабанные паттерны. Самый простой барабанный рисунок, это мы добавляем второй kick вот сюда. Получается очень ровный рисунок, но такой слушать неинтересно. А вот сейчас мы будем уже делать какое-то разнообразие. Для этого я предлагаю выставить размер не 1,16, а 1,16 триоли. Тогда будет рисунок интереснее. Из-за sky то есть по классике 1 кик у нас ставится в начале остальные мы уже можем передвигать и становится интересный рисунок но и это еще не все потому что мы можем опять же улучшить этот паттерн давайте вот вернем примерно так и в принципе если барабанщик настоящий играет на барабанной установки то некоторые удары они тише чем основные скажем так те которые у нас ровно по сетке поэтому что мы делаем для этого вот этот первый кик он еще также называется goes not a ghost кик до открываем и делаем его потише послушайте да насколько уже интереснее становится наш рисунок хотя мы просто расставили вот эти кики и сделали их чуть-чуть потише давайте это сейчас удалим и пропишем их заново и включим очень привычный режим 16 уровней по громкости вы слышите да как только мы нажимаем тихий громкий тихий громкий тихий громкий тихий громкий у нас сразу появляется вот эта динамика без применения компрессора это очень простой избитый способ но с помощью него барабана становится интереснее уже появляется динамика в этих это помимо того чтобы ставить кик где-то не в ровных долях мы можем также заменить его на снэр это может быть тот же самый или какой-нибудь там другой вторично если вы нарезали его с барабанного брейка пока просто давайте попробуем поднять с нашего кика на снэр да это уже мне прям намного нравится мы делаем такой какой-то фанк уже хип-хоп фанк мне это очень нравится конечно и в начало можно что-то поставить это может быть и кик например вот здесь потому что мы сейчас делаем очень короткую секвенцию до всего лишь один бар обычно это 4 бара или 8 баров сейчас в целях демонстрации чтобы это все было на одном экране я сделал его коротким но вы поняли меня что на протяжении четырех баров ваш рисунок может так или иначе немного изменяться теперь я еще покажу вам один лайфхак для хэтов смотрите вот сюда мы сейчас скопируем этот хэд они у нас абсолютно одинаковые мы переходим в программе дедит смотрите дальше мы ставим вот этому нашему основному симултане с плей мы говорим чтобы он играл одновременно с пятнадцатым то есть сейчас он стал играть просто в два раза громче теперь смотрите вот этот второй хэд мы делаем прям тише переходим samples 3 вкладка и offset теперь смотрите нажимая на 1 пэд опять же это может подойти к вашему проекту это может не подойти но по крайней мере это такой рабочий способ который вы можете использовать конечно мы можем применить свинг если опять же в вашем проекте он подходит давайте прибавим пока куда-нибудь до 60 и послушаем конечно же это нужно слушать с мелодическим сэмплом потому что свинг он может подойти к вашему проекту может абсолютно не подойти это не значит что если у вас есть mpc или вы делаете хип-хоп то свинг должен быть в каждом проекте абсолютно нет как правило свинг подходит под те мелодические сэмплы где какие-то длинные струны то есть условно говоря это виолончели или когда что-то очень долго длится если у вас в самом мелодическом сэмпле очень такой ритмичный рисунок то добавляя свинг на барабаны вы можете просто сделать диссонансы и тогда это будет звучать не очень я показал вам несколько вариаций барабанных паттернов конечно это применимо больше для хип-хопа бумбэп хип-хопа потому что если вы захотите сделать что-то в стиле трэп ну или в ту сторону давайте сейчас я быстро поставлю демонстрации ради хотя вот этот набор звуков конечно же с барабанного брейка не подходит для трэпа но тем не менее это будет выглядеть абсолютно по-другому можно конечно воспользоваться функцией note repeat но это абсолютно не те звуки которые нужно использовать для трэпа но если вы хотите больше узнать про сэмплирование то посмотрите вот эти видео без тебя никак съемка не обойдется да